Господи, слава Тебе, Боже всемогущий, хвала Тебе. Счастья и поклонениями, не пройдя нищийся родов одиноких, пошли им все потребное для всей жизни и для будущей. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос, Павел Роман. Жить по уму, по разуму, это хорошее выражение. Но у каждой народности свой ум. Мы долго ездили, попутешествовали, проехали всю Европу. В Америке я много ездил. Не знаю, предвзятость такое есть слово. Мне нигде так не нравится, как у нас. Вот я был в Лос-Анджелесе. Он там, родной брат архиепистка по Лос-Анджелесу, Антони Синкевич. Ну и меня к нему привезли. Он как писатель вроде бы. Ну и в сад погулять, я пришел. А белки у них прыгают, как у нас бабочки летают. И притом белки живут под землей. Я считал, что в дупле живут. И там у них мандарины. Мандарины валяются везде. Уж что-то я мандаринов наелся. И 22 года врать не беру. Как я их наелся. Я говорю, а что они валяются? Ну все, американская глупость говорит. Шарик этот, то есть она должна быть вот такая вот. И написано там 18 миллиметров, что-то помноженное, какая-то техника. А у него чуть поменьше. Тоже как калиброванная. Одевать некуда валяются змеи. Понимаешь, вот это вот под какое-то подгонять. У нас помидор маленький такой, помидор. Вот такой, у нас все хорошее, все нормальное. Помидор лучше наших нигде не ел. Я говорю, с собой они нам купили, мы взяли. Они прямо на ветке висят. Это правильно, она дозревает как бы еще. Ну вот шарики и шарики, они не портятся, ничего. Ты испортишься, а он нет. Твердое, калиброванное, ровное. Вкуса никакого нет. У нас его помидор возьми. И вот у нас блюдо такое. Ну я не знаю, как у других. Нарезанный лук репчатый. Помидоры мелко нарезанные. И резать так не кубиками, а пластиками. Так наискосок. И соль и растительное масло. Больше ничего не надо. Переверни несколько раз. Организм подсказывает, что это очень вкусно и хорошо. Когда мы стали где-то говорить, есть такое слово интуиция. Кто смотрел фильм «Президент и его внучка»? Одна. Президента играет. Табаков Олег. Копия Ерцина. Ну понимаешь это все. И слова те же самые говорят. У него внучка есть. Детей первое рожает. И она рожает. Он говорит, там с пистолетом сидит. Ну если еще... Так я сейчас застрелюсь. Да нет, ты сам застрелишься. И она рожает. И ребенок мертвый-то. Но она, которая там с врачом ассистенткой была. Она говорит, что дочка родилась. Состояние хорошее. И она обмякла. Оказывается родила одна без мужа. Двойне. Но они одного ребенка там взяли. Сказали, что один и был. И вот они живут. Одна живет теперь. А вот этот генерал стал президентом. А та бедная, родная, которая мать. Там бедная есть бедная. И обе назвали Машеньки. Они как вылитые. И случится на новогодние елки. Их поменяют. И далее как развивается история. Эта воспитанная на всем. И она попала в президентский дом. И она там бутылки пустые собирает. Чтобы сдать. И Ерцина эти бутылки будет сдавать и выпивать. Но очень... Посмотрим потом здесь. Президент и его внучки. Видела? Ой. И играет дочь. Маленькая такая девчонка-то играет. Михалкова. Но она природная афинская. А они показывают в разной одежде. Когда встречаются. Но не одновременно двое. А как бы с друг с другом говорят. Ну копия. И вот он там говорит. Вот однажды я генерал. Лишь спать. А не спится никак. Но не могу стрелять охота. Вот не могу. Я вышел. И сразу пришел и уснул. Утром выхожу. Чеченец. Боевик перед дверями лежит. Он пришел его взрывать и убивать. Да главный автомат. Автомат и интуиция. Вот я хочу сказать про интуицию. Это все прелюдия только. Интуиция. Я не могу это объяснить как. Я по-другому объясняю. Господь Бог открывает человеку внутреннее. Вот меня привезли. В Нью-Йорке я был. Решил зубы поправить. Там выделили деньги. Дали сопровождающего. Привезли меня в поликлинику. Все лакированы. Кресло меня прокинули. Врач посмотрел. Зубы дергать надо. Колюшки. Я говорю. Как-то верчивает. Там шурупы какие-то. А потом они их наращивают. А когда выше десны. У вас ниже десны. Я говорю. Мне никак нельзя. Почему? Я в университетах веду занятия. Я без памяти буду. А при чем тут память? Не знаю. Но с зубами связана память. Что попало? Он засмеялся и все. Я встал из кресла. Не стал делать. Откуда вы знаете? Да ниоткуда я не знаю. Интуиция. Проходит время. А у меня я реабилитирую. Мне дается альбот. А раз мне в тюрьме зубы выбили. Теперь бесплату могут савить. И специально выделен в городе Барнауле кабинет. Куда приходит политзаключенная. И бесплатно ему платится за это. Он посмотрел. Зубы дергать надо. Я говорю. Мне нельзя опять. Это верно. Память, говорит, теряется. Особенно верхние зубы. Процентное отношение. И вдруг считаем. В Дании, кажется, шли опыты. Многолетние опыты. Там тысячи человек обследовали. И сколько зубов выдернуло, сколько памяти ушло в процент. У меня все давно корешка целая. А как вы знали? Никогда. Там же институт. Такие опыты были. У меня ничего этого не было. Я просто знал. Ну а как вы знали? Интуиция. Внутреннее. Вот. Аполлон. Союз. Союз. Это в Советском Союзе. Корабль. Космический. А там Аполлон. И вот они как. Они учат их. И учат, чтобы эти по-русски понимали, а те по-английски. И как можно быстрее его учили. И когда я стал смотреть, пакетный метод называется. А я в армии был, когда я его сам изобрел. Таким образом быстро изучить их можно. А как вы узнали? Не знаю. Я взял и подумал, изучаю. В школе неправильно. Надо вот так. Это интуиция. Интуиция. И вот это слово нехорошее может быть. Я считаю, это Дух Божий. Касается человека. Где бы ты ни был, ты всегда бери это для себя. Вот мы ездили где. У каждой нации что-то замечали такое. А было такое, чтобы вы встретили новое. И это у вас уже как-то алкоголь. Ну я сплошь и рядом встречался. Я нашел у французов, что у меня уже дома было. В Германии говорить не надо. Половину перехватил. Вот эта четкость, дисциплина. Парь рядов. Вот они едут. До города остается пять минут ехать. А в два часа обеду. В Кювет или в ресторан. Все. Положено все. А у нас, ну ладно, доработаем. А тут уже до вечера, ладно, уже до ужина. Вот авось не гость. У нас сказывается на здоровье. К этому времени два часа. У меня уже желудочный сок вырабатывается. Да так положено. И когда собаку учишь, оказывается их надо кормить в одно время. Чтобы когда ей бросают, она не взяла. Дневник. Дневник. В прошлый раз я говорил, кто ведет дневник сейчас? Так. Еще кто? С одной рукой она ведет дневник. А с двумя руками никто не ведет. Значит еще. Одну руку привязать вам где-то надо. Дневник. Ну, конечно, не такой, как Гальтер писал немецкий генерал, когда победа будет. Ну, хотя бы маленько рассуждать. Вот было, говорили. Вот так получилось. А почему так? И дальше ты делаешь вывод. То есть я вот хочу. Мы как-то в епархии беседовали. Длительное беседование. Ранее подготовлено было. Два ерпископа наши договорились. Московская Патриархата и зарубежная церковь. Ну, договорились. Ладно. Сидим, беседуем. Беседуем два тысячи часа. Я договорился. Вы можете призывать фотографировать. На видео снимать. Записывать. И сидят записывает. У нас там Юля левой рукой записывает. Татьяна. Кажется, Жолнирова. У них в епархии там. Мне не слова. Ни слова нет. Кончилось. Второй раз беседа опять. А брат мой сидит. Отец Аки. И он говорит. Ну, я не имею отношения к миссии того. Брат мой знает. Может, ему слово дадут. Ту-ду-ду. Они все хорошо относятся. И так далее. Я говорил слово. Кажется, сейчас десять минут. На опыте. И в конце говорю. Вот вы патриархийно сидите. Секретарь епархии. Беляев, отец Сергий. Там другие священники. Все благочинные собрались. Там сидят. И все. Я могу назвать некоторых. Я говорю. Вот. Вы хотите быть, как мы? Вы только не можете. А мы вас, как вы, не хотим быть. Мы вас боимся, как чумы болотные. На вас быть похожим, это надо быть никаким. Никакого порядка. Ничего. А я в коп. Ну, что за числа, блин. Тебе нельзя еще сказать. У меня один же человек, которого я близко не знал. Но желаю другим показать, кто он такой. Я сослался на другую. У меня близкий знакомый. Отец Геннадий Фастов. Знаете? А у него брат родной Вильгельм. И Вильгельм этот кандидат на учу. Грамоты. Жена у него там, кажется, и мать. И вот в одном месте я написал фотографии. Вильгельм Фаст, в скобках, родной брат отца Геннадия Фаста. Что-то здесь обидного-то. Мне говорят, он так обиделся на вас. Что я сам по себе еще не знаю, только из-за того, что брат его. А если бы кто-то мне сказал. Игнатий, это родной брат отца Иакима. Я бы считал за честь, что другие знают отца Иакима, где он ездит, бывает. И я его брат. Я даже не ожидал, что рану нанесу человеку. Он серьезно мне говорят в томских. Серьезно. Недоволен был. Просто Вильгельм он так. А то сколько... Я хотел более... Ну дать знать кто. Геннадий Тахасов все знают. Да его-то не знают в нашем кругу. А вот он нет. Интуиция не подсказывает человеку, где для него вред и где здоровье. А как это узнать? Я думаю, опыт, умение предвидеть, что будет завтра. Я люблю слово профессионал. И чтобы события предупреждать. Вот в прошлом году, вот 18 июля, в 22 полиция приехала. А уже 19 днем собрание общее и лагерь я ликвидировал. И в интернете выставил. И батюшку все были недовольны. Ты все выставляешь. Они будут знать. Еще не дома не прибыли. Дальше приобретаем дома. Как деньги отсчитывают за дома. Все показано. По сегодняшний день. Никто нас не трогает. Вы не думайте, что они там не смотрят. Они это смотрят. Как вы балуетесь. Как играете. Они видят дети здоровые, веселые. Вот они после бани. Вот они выше. Все здесь вот. Сушат волосы. Играют. Разговаривают. Я думаю, что открытость. Ну, не та, что какой-то частной жизни такой. А вот такая вот. Она никак не вредит. Вот мы сделали дом. Сделали как это. Оформили. Михаил был. Я думал, где спят, показывать место или не показывать. Если увидят, скажут это тоже, что в лагере. Но в лагере нету. Давай. Давай. Помните, как дверь открывать там. Когда шариков воды-то напустил в туалете. Давай открывай. Вода как хлынула оттуда. Вот. Я смотрю на все это. Из-за разных таких примеров. Вот ты не знаешь. Что будет из этого. Вот ты поехала. Смотрел. А отношение может тебе измениться. Где бы то, что там не было. Скажут Лапкинсы. Это она там набралась у них. Она такая была. Еще нету. Это я уже знаю из других мест. Которые у нас были люди. И они пренебрежение вдруг стали. И стали их долбить. За то, что она была здесь. У меня был один момент. Я ролик снимали. И я его не знал. Выставлять, не выставлять. То есть я знаю. Я его выставлю. Но мне мнение надо было у людей. Где были в Томске. И пошли в костел. Католические. Священные. И мы там разговаривали с него. Анжей. Анжей это Андрей по нашему. Ну. Он католик. И когда уходили. Уже расставались. Он все время улыбается. Я ему пиву подарил. Он так доволен. И я подошел благословить. А они молятся так. Благословляют. Кладет руки на голову. И вот этот ролик. Если я покажу. Это вы с еретиками знаете. А тут с папой там Франциском встретился. Патриарх. Не до меня теперь. Если вы меня долбите. Вы долбите патриарху. Я ничего не сделал. Я благословился у него. Я верю. Что у меня церковь. Много ересей. Больше чем у нас. И благословение. И я тогда посоветовался. Как считаете. Да не знаю. Я его выставил. И еще не было. Человека два где-то там. Якнули за углом. Больше ничего нет. Так что вы приготовьтесь. А вывод. Вывод придется вам делать. Или отрекаться полностью от нас. Или уметь отстоять. Что ты была. Была в хорошем месте. Хорошем. Я просто. За это я твердо стою. Хорошее место. Где. Да. Вас скажут. Зазомбировали. Там вы. Даже деньги отдаете. Все. Бедное расплылось. Я легко зомбирую. И вот я говорю. Гуляем. У нас архиепископом. Лос-Анджелесским антонимом. Гуляем. А потом мне сказали. Он самый жадный. Скупой такой. Я говорю. А неправда. Мы вчера ходили. Он остановился. Говорит. Подождите. Пошел в банк. И снял все деньги. И мне отдал. Не два рубля. Я на одной лекции выступаю. Они подготавливали. В Америке. Будущее русской нации. Во свете Святой Библии. И по святым отцам. После этого. Выходит. Один там. Подходит ко мне. И выросли. Гранды. Назвался. А вы деньги возьмете. Я говорю. Какие? Доллары. Сколько? В эфисе. Чек пять тысяч. Пять тысяч сегодня. Это. Ну. Триста шестьдесят тысяч. Это уже что-то. Где-то. Первый раз он меня видит. Ну что. Заберу. Слова какие. Заберу. Заберу. Когда пустое жало ведро гребет. Это Господь. Интуитивно. Ты ничего еще не знаешь. Но ты будешь слышать. И искать. Или увидеть. Правильно. Не знаю даже как сказать. Оправдание того что есть. А вот у них там где-то спят. Вот так спят разделенные досками. Японии. Настоящие гостиницы. Государственные. Просто вот такой как. Он заходит. Портфель под голову. Лег. Дешево. И больше. А мне ночевать только надо. Дальше встал. Отряхнулся и пошел. Следующий. Рядом лежит. Вот где-то. Ну явно пробегают их. И никто ведь на портфеле не ворует. Вот к слову интуиции. Я прилагаю слово предведение. Просвещение Божие. Господь показывает. А здесь уже надо молиться. Можно иметь разное звание. Богословское. У вас образования нету. Правильно нету. Я всегда ей говорю. У меня нет никакого духовного образования. У меня есть молитва. Вот люди которые нападают проще. У них нет прямой связи с Богом. Чуть-чуть какое-то несчастье. Он горе. Он не верит в Евангелие. Сейчас Евангелие переделывать надо. Неправильный перевод. Они не верующие. К верующему звание главное. Самое главное высокое. Исповедник. Мученик. Ну это кого Бог удостоит. Как Бог даст. Вот все. Это я внушал в бане. И к бане вернемся. Господь иногда нам дает такую баню. Но с Богом мы ее переносим легко. Вот вы увидели. Держи пуражку. Тарасик приходит. Ваша пуражка упала. Я делаю вывод. Для пуражки сделаю полочку сразу же. Немедленная реакция. А почему? И сейчас посмотрите. Уже пять пуражек там лежит. А я еще от того. У меня есть какую-то взрядную игрушку. Нет? Зали другую игрушку. Побежали другую игрушку. И все я держу неудовольно. Все легнее реагирует. Как бы опережает событие. А другой идет. Ну подождем что будет. Ну как будет. А дальше он ничего не знает. События надо опережать. Вот они нас закрывают где-то. А мы сами сделаем. Они требуют суду. Потому что нас законсервировали. Как бы закрыли. Лагерь на два месяца. А его уже нету. Я судье там еще и сказал. Они бьют в пустое место. А сегодня скажут. А еще не могут сказать. Лагеря нету. Президент сказал проверять лагеря, но не дома. А это дом в частный порядок. Владимир Пащенко. Там живет Никита Колесников. Там еще нет. Благодарю за внимание. Вопрос. Спасибо , Господи Васильевна. Вопрос. Продолжение следует...